В самом разгаре период отпусков, отдыха за городом, дачных работ. Квартиры чебоксарцев в это время надолго остаются без присмотра. Как отмечают в МВД Почевашии, теплое время года – благодатная пора для домушников. Подробнее об этом в рубрике «Вести дежурная часть» в студии уже появилась моя коллега Алена Николаева. Ален, а как все-таки обезопасить свое жилище? Добрый вечер, Надежда. Вообще львиная доля квартирных краж совершается по вине самих же хозяев, которые просто забывают закрывать дверные замки или надолго оставляют открытыми форточки для проветривания. Такие домушники не стесняются и хозяев. Они смело могут пройти в дом и взять любые вещи, попавшие им под руку. Как в случае с одним чебоксарцем, который успел не только прихватить все, что плохо лежит, но и попозировать при этом на камеру, установленную в квартире. Подробности этой истории в сюжете моего коллеги Егора Алексеева. На минувшей неделе в один из чебоксарских отделов полиции обратился горожанин. Мужчина заявил, что в квартиру проник неизвестный и похитил его сбережения. В одной из комнат была установлена видеокамера. На записи видно, как домушник внимательно осматривает чужое имущество и похищает из кошелька деньги. Благодаря системе видеонаблюдения незваного гостя удалось опознать и задержать в кратчайшие сроки. Им оказался 60-летний житель Чебоксар. Способ, как проникнуть в квартиру, выбрал простой и надежный одновременно. Сами преступники ходят и проверяют, ищут, где именно двери открыты. После чего спокойно, так как доступ к квартиру открыт, свободен, проходит и совершает вот эти кражи. Напоминают о правилах безопасности и участковые. В наступивший дачный сезон они обходят доверенные территории и проводят с жителями беседы. В первую очередь с пенсионерами. Именно они нередко становятся жертвами не только квартирных краж, но и мошенников, представляющихся работниками различных социальных служб. Вот обманывают людей. Приходят женщины под видом соцработников, под видом продажи меда. Приходят и обманывают людей. Дают вам фальшивые купюры на размен 5000 рублевую. Дают вам и говорят, разменяйте нам, пожалуйста. Любителям выкладывать фотографии с места отдыха в интернет. Также следует быть начеку и помнить, что домушники тоже сидят в соцсетях. А значит, такие снимки для них окажутся поводом для посещения вашей квартиры.